Так, все у нас записывается. Это очень важное видео. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на канал о местах и книгах, которые стоят вашего внимания. Сегодня я решила записать такое видео, сборное по всем книгам, которые могут помочь выйти из непростого эмоционального состояния и в принципе разобраться с тем, что с вами происходит, если нет возможности пойти к психологу или есть какие-то внутренние препятствия. Дело в том, что одна из подписчиц мне написала запрос, она попросила мне составить ей список книг, которые стоит почитать и я ей ответила и написала, условно говоря, под темой либротерапия, те книги, в каком порядке их следует читать для того, чтобы как-то в голове это все разложилось. Так или иначе, обзоры на эти книги я делала на своем YouTube-канале, но в этом видео я хочу их вместе собрать для того, что это была такая полноценная эмоциональная психологическая помощь к себе, если вдруг она необходима. И я понимаю, что сколько бы книг я ни прочитала, всегда у меня есть определенный костяк, к которому я возвращаюсь. Еще недавно мне моя коллега сказала, что если хочешь узнать что-то новое, прочитай книгу, которую ты уже читал. Поэтому в этом видео будут книги вам уже знакомые, но когда они представлены в такой системе, которую я вам хочу сегодня как раз в видео представить, то эта система, она помогает лучше усваивать знания и двигаться на пути к пониманию своего эмоционального состояния. Если появился такой запрос себе помочь, это уже первый шаг, это очень здорово, когда вам не безразлично, что с вами происходит и хочется в этом разобраться. И как раз вот если разложить эти вот первые шаги, первый шаг это взять полностью ответственное за то, что с вами происходит и за ситуацию в свои руки. Потому что когда мы кого-то виним или обижаемся, мы передаем всю энергию, которую могли бы пустить на свое восстановление, в чужие руки. Помимо того, чтобы взять ситуацию в свои руки, еще нужно понять, если есть состояние усталости, конечно же, эмоциональные переживания, они пожирают очень много энергии, и отловить вот эти мысли, которые пожирают больше всего энергии. Я вам все, что сейчас рассказываю, я проходила сама, я это знаю, но у меня нет психологического образования, я, конечно же, не психолог, мне просто захотелось с вами этим поделиться, этой системой, которую я использовала и использую до сих пор, к ней возвращаюсь. И поскольку появился такой вопрос от человека, который смотрит мои видео, я подумала, что это будет для вас полезно. Первый шаг ответственность. Второй шаг это проявить к себе сочувствие и понимание. Вот представить, что как бы вас поддержал ваш самый лучший близкий друг, он наверняка так и делает, и вас поддерживает, но и самому к себе проявить вот эту поддержку, именно не жалость, не жалеть себя о сочувствии и понимании, не гнобить себя за поступки, не гонять мысли по кругу, а проявить к себе понимание и уважение. Третий шаг, это на самом деле мой любимый шаг, и я вам хочу сказать, что я до сих пор это делаю. Составить список ваших достижений, вот начиная с детства. Все, чем вы гордитесь, чем гордятся ваши родители, ваше окружение, пусть даже самые небольшие, но достижения. Составить список ваших качеств, которыми вы гордитесь, про которые вам говорят друзья, прислушаться к этому. Мы очень часто, когда нам близкие говорят какие-то прекрасные, приятные слова про себя, мы их пропускаем, думаем, что, ну, они, конечно, нас любят такими, какие мы есть, поэтому ценности этим словам не придаем. И когда вам плохо, тяжело, это как раз тот самый момент, когда нужно придать значение словам, которые вам говорят близкие вокруг. Поэтому составьте несколько таких списков с вашими достижениями, с вашими прекрасными качествами. Они есть у любого человека, даже если на первый взгляд вам может показаться, что это не так. И третье, то, что я вам сказала, что я до сих пор делаю и пополняю, это такая папка поддержки. В эту папку я сохраняю все скриншоты приятных сообщений, которые мне писали мои друзья, мои коллеги, мои близкие. Скриншоты из каких-то счастливых моментов в моей жизни. Все, что вот вас радовало, соберите это все в одну папку. Это вот такая папка поддержки, я ее называю, до сих пор ее пополняю, потому что я уже себе отметила в голове, что вот как только у меня приходит какой-то радостный момент в жизни, мне что-то приятно, кто-то что-то мне приятное пишет или просто какое-то необычное трогательное поздравление на какой-то праздник присылает, я обязательно делаю скриншоты, сохраняю в эту папку. Это очень хорошая привычка, потому что в тяжелые моменты, когда нет сил, нет энергии, вы двигаетесь и живете по инерции, эта папка очень вдохновляет и помогает напомнить, чего вы на самом деле стоите. Конечно же, в момент эмоционального затопления, вот когда химоза внутренняя, она зашкаливает, лучше всего обратиться к специалисту, который поможет выйти из этого состояния. Но, когда вы знаете, что в тот момент, когда вам тяжело, плохо, нет сил, нет энергии, это касается не только трудных периодов жизни, это касается всего, и потери энергии в том числе, важно понять, что это химия, и с этой химией можно что-то делать. Поэтому книги на первом этапе, которые я вам советую для того, чтобы понять, какая же химия происходит в нас, когда нам плохо и когда нам хорошо, это книги «Гормоны счастья». Это первая базовая книга, обзор на нее есть на моем канале. Почему мы любим, если ваши терзания, переживания связаны с любовной историей. «Странная девушка, которая влюбилась в свой мозг». Здесь плюсом идет рассказ про то, как физическая нагрузка помогает нам чувствовать себя счастливее. «Без стресса». Эта книга бонусом рассказывает про диабет, который может появиться на фоне стресса. И книга Дэниел Гоуман «Эмоциональный интеллект». Обзор на эту книгу тоже есть, даже в телеграм-канале у меня есть выдержки полезные из этой книги, можете посмотреть. Это вот такой базовый набор, который вам поможет понять, что происходит с вами из химической точки зрения, и познакомиться со всем спектром наших эмоций. Потому что нам кажется, что эмоции, ну что, мне хорошо, мне плохо, нет энергии. На самом деле, там, под сотню этих эмоций, которые нужно знать, нужно уметь различать, для того, чтобы знать, что делать дальше. Потому что в зависимости от того, какую эмоцию вы переживаете, нужно дальше действовать для того, чтобы улучшить свое состояние, или если это прекрасная эмоция, просто ей наслаждаться. В идеале я, конечно, вам советую изучать свою химозу и знакомиться со своими эмоциями. Даже если у вас сейчас все прекрасно, вы чувствуете себя хорошо, и в жизни все налажено. Потому что вот эта ваша подготовка, она, и вот эта база, которую вы себе построите, она вам будет дальше помогать и нарабатывать какие-то полезные привычки не только в общении, в отношении себя, но и в общении с другими людьми. Потому что не секрет, что эмпатия и эффективное общение построены на том, что мы понимаем и видим и слышим эмоции другого человека. Это позволяет нам установить контакт и налаживать эффективную коммуникацию. Если сложности вы испытываете в отношениях любовных, я вам очень советую прочитать книгу Фрома «Искусство любить». В ней подробно описано, почему в некоторых ситуациях отношения не складываются, и это нормально. И в целом там уже идет описание такой психологии любви. Что такое любовь на самом деле? Книга небольшая, она очень легко читается, и она у меня вся подчеркнута и перечеркнута. Мне показалось, она очень полезной, потому что когда у нас не случаются отношения, мы ищем ответы на вопросы, нам что-то непонятно. Очень часто бывает что-то непонятно. И как раз в этой книге даются ответы на вопросы, над которыми мы можем биться годами, месяцами. Ну, у кого как. Всех это по-разному происходит. Очень полезная книга. Обязательно ее прочитайте. Она в целом, даже если у вас прекрасные отношения, всегда можно сделать их лучше. Совместно с книгами «Почему мы любим искусство любить Фрома» можно прочитать, нужно прочитать книгу «Отпускание». Это очень известная книга Дэвида Хокинса, и она говорит про то, что есть определенные этапы эмоциональные, которые мы проходим, и их обязательно нужно пройти для того, чтобы по-настоящему отпустить какие-то неудавшиеся, не случившиеся отношения в жизни. Потому что очень часто, когда нам плохо, нам хочется, чтобы поскорее было хорошо. И мы пропускаем какие-то этапы. Мы пропускаем этап горевания. На самом деле мне психолог, это тоже очень часто говорило, что нужно обязательно отгоревать, отстрадать, но поставить этому дедлайн. То есть, условно говоря, до этой даты, до этого периода я горюю, но потом я собираюсь и иду дальше. И вот как раз в этой книге очень хорошо и подробно описаны все эти этапы, которые ни в коем случае нельзя пропускать, для того, чтобы они в дальнейшем, скажем так, не помешали, вдруг неожиданно не возникли в виде каких-то страхов, предрассудков или каких-то опасений, не мешали вам жить дальше. Итак, мы сначала разбираемся, из чего же мы состоим, какая в нас химоза, какие в нас эмоции. Дальше есть ответвление. Поскольку я начала уже говорить про любовную тему, то очень полезная книга, если вдруг вы столкнулись с изменой, книга Эстер Пирель «Право налево». Она на самом деле очень хорошо объясняет ответственность двоих людей в этом неприятном, в этой неприятной случившейся истории в отношениях и, опять же, подсказывает, что делать дальше. Но очень часто нам такие подсказки не нужны, потому что чаще всего проблема состоит в том, что нам нужно понять, что происходит и почему так происходит, а дальше уже как поступать и что с этим делать, чаще всего мы сами это все прекрасно знаем. Поэтому книга как раз помогает вот по косточкам, на молекулы разложить это явление измены в отношениях. И вот это понимание, оно помогает в принятии решений, в принятии ситуации в принципе и в том, чтобы продолжить дальше жить, несмотря на такую выбивающую из колеи историю. И финальная книга в этом списке самоподдержки и самопомощи это, конечно же, Виктор Франкл всегда говорит «Да». Обзор на эту книгу есть на моем канале. Человек, который прошел концлагерь и выжил благодаря тому, что во всем он искал и видел смысл. Он основоположник логотерапии и психологии. и он как раз перекручивает, переворачивает, предлагает, точнее, перевернуть события в жизни и ставить им вопрос не за что мне это, а для чего мне это. То есть искать во всем смысл. В моменте это делать порой очень тяжело. Но вот его книга она завершает такой вот мой список психологической литературы поддержки и помощи, такой базовой, которую нужно обязательно прочитать, чтобы как-то эмоционально и психологически вырасти и стать крепче. После того, как мы разобрались, приняли, поняли, что с химической точки зрения в нашем организме происходит, очень важно наполнять себя ценностно. Итак, что ценностно наполняло и помогало мне? В первую очередь это заповедь Амара Хаяма. Я думаю, что все вы знаете это четверостишее. Я его обожаю. Я всегда его вспоминаю. И это такой якорь, можно так сказать, который меня держит. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надо бы немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Это первое. Второе фраза, которая мне помогает, когда нам трудно, мы растем. Это еще вяжется, наверное, с принципом логотерапии Франкла, не за что мне это, а для чего мне это, то есть вот они так линкуются и сшиваются два этих понятия. Действительно, когда нам трудно, мы растем. Если происходит какое-то событие, которое заставляет на что-то посмотреть, на какую-то сферу своей жизни, значит, рост там точно нужен. Следующее, что мне очень помогало, и что я периодически перечитываю, к чему я возвращаюсь, это заповеди Бродского. Невозможно здесь ничего комментировать, просто найдите в интернете и почитайте. Правила жизни Майи Плесецкой. Книга, которую я перечитываю периодически, очень ее люблю, тоненькую, написанную таким простым человеческим душевным языком, это письма о добром Дмитрия Лихачева. потрясающая вещь, потому что каждое слово наполнено ценностью, которую хочется иметь в своей жизни. Всегда всем я рассказываю про интервью мастер-класс Опры Уинфри, в двух частях можно найти его в открытом доступе, в котором она рассказывает про свою жизнь, и в каждом переходном этапе своей жизни, она делится мыслями, выводами, которые она сделала. То есть она вела и ведет очень осознанную жизнь, и все события в жизни она читает и трактует. И вот этот как раз мастер-класс, я очень давно его нашла и периодически пересматриваю, он невероятно вдохновляет, и он действительно настраивает на такое отношение к жизни как книги, которую нужно читать очень внимательно и замечать какие-то переходные моменты. Посмотрите, вдруг вам тоже зайдет. Ну что ж, и финальный шаг, третий, это поиск своего дела, своего занятия, предназначения, миссии в жизни, икигай, как хотите. То есть мы с вами проходим этап понимания, что с нами происходит, какие эмоции мы проживаем. Второй этап эмоционально ценностно себя наполняем, что-то нам нужно держаться обязательно в этой жизни. И третий этап это свое дело, биг-айдея жизни, миссия, как угодно. Если она у вас уже есть, если вам очень нравится ваша работа, это очень здорово, тогда можно найти дополнительные дополнительные точки роста и как это масштабировать. Ну что ж, такое было небольшое видео. И ответ подписчицы, и ответ на вопросы тем, кто, возможно, хотел его задать, но не задавал. И я надеюсь, что все, кто вдруг случайно попали на это видео, оно вам для чего-то нужно, и чем-то оно вам помогло. подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я пишу тексты про коммуникацию, про публичное выступление, про технику речи. Если вам эта тема интересна, буду очень рада вас видеть. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам крепко держать ответственность за свою жизнь в своих руках и развивать ее в ту сторону, в которую вы сами этого хотите. Увидимся с вами в новых видео. Пока.